Сухум Сухумский аэропорт уникален. Удобное расположение, отдаленность гор от взлетной полосы позволяют ему обеспечивать всепогодную посадку с двух сторон, с суши и с моря. На всем Кавказе ему уже лет 40 нет равных. Почему же тогда эта воздушная гавань сегодня не в строю? Ответ дает вот этот советский Як-40, что 22 года ржавеет на запасной полосе аэропорта. К истории этого самолета, его бывшего хозяина Эдуарда Шеварнадзе, мы еще вернемся. Скажем лишь, что почти четверть века назад этот политик проиграл здесь им же начатую войну. И сегодня аэропорт носит имя первого президента Абхазии Владислава Ардзинга. Субтитры создавал DimaTorzok Вторая половина 80-х. Реформы в СССР, известные как перестройка, всколыхнули страну от края до края. Страна забурлила. Тон задавала Москва. В этом эпицентре клокочущих идей и неожиданных надежд молодой перспективный ученый из Абхазии Владислав Ардзинба, уже почти 20 лет к тому времени проживший в Москве, сохранял полное спокойствие. Он был сконцентрирован на хитологии, редкой науке о культурно-исторических и лингвистических особенностях индоевропейского народа бронзового века. Погружение в исторические глубины уже принесли ученому серьезные плоды. В 40 лет он доктор исторических наук, занимает солидное положение в Институте Востоковедения Академии наук СССР. Изучение истории и культуры хеттов и хатов позволили ему сделать важные научные выводы. Я могу, мог бы, как и истории культуры, привести в аналогии тем многим явлениям абхазской культуры, которые можно обнаружить в хетском обществе, в описаниях хетских ритуальных текстов, или в описаниях Одиссеи, или Ады. Владислав Ардзинба занимался даже не просто историей древних. Цивилизаций, да, он занимался изучением дипломатии древних цивилизаций. То есть вот это ему помогло. Хеттолог Ардзинба на пороге новых окрыляющих перспектив. И все бы хорошо, если бы не тревожные вести из Абхазии, его обсны. Там, на родине, перестройка грозится перейти в перестрелку. Этой тревогой делились приезжавшие из Сухума друзья-ученые. Хлебосольный Владислав успокаивал их. Москва не допустит. Хотелось в это верить. Но за внешней бравадой абхазов скрывалась тень постоянного беспокойства. Чем кончится новое обострение грузино-абхазских отношений? Стало очевидно. Грузия взяла курс на отделение от Советского Союза. За этим может последовать только одно. Она захочет увезти за собой и автономную Абхазию. Но абхазы не выдержат новой волны колонизации. Они могут попросту исчезнуть, как нация. Но что он с друзьями может изменить в своем Сухуме? Слава, он к тому времени, я уже сказала, защитился. Он уже возглавлял сектор научный. И, не побоюсь, уже стал хорошую зарплату получать. По тем временам очень существенную. Казалось бы, встали на обе ноги. Но не хотелось ничего менять. А потом привычка. Потом библиотека. И тут судьба дает ему шанс. Поменять устроенную московскую жизнь на участие в беспокойных событиях в своей республике. Владислав получает неожиданное предложение переехать в родной Сухум и возглавить Абхазский институт истории, языка и литературы имени Дмитрия Гулина. Это возможность реализовать то, о чем годами яростно спорили в сухумских кофейнях и на московских кухнях. Надо сказать, что институт имени Дмитрия Гуля был в то время не просто научным центром абхазоведения. Он скорее был политическим штабом сопротивления, ассимиляции абхазов. Национальная интеллигенция в этом плане уже давно доставляла немало хлопот грузинскому руководству. Каждые 10 лет абхазцы вынуждены были поднимать восстания и доказывать, что они имеют право жить на территории, на своей же исконной территории. Не хотелось уезжать. Когда человек уже состоялся, он себя чувствовал комфортно именно в институте востоковедения. Ну, когда не только ученые, а даже администраторы из обкомов, из каких-то других организаций стали приезжать и звонить, вот то-то, то-то, ну, он не устоял. Навсегда покидать Москву он все же не собирался. Здесь была его наука. Конечно, там, на родине, в родном селе Эшера под Сухумом, где он родился, его всегда ждали. Отец – директор школы, тоже историк, мама – учительница. Туда он рвался каждый отпуск. Ну, сколько я себя помню, мы ни разу, нигде, никогда не отдыхали. Вообще даже не возникало. Ну, поехать куда? Да ты что? Я еду домой в Эшеру и непременно сентябрь-октябрь месяц сбор винограда, вино чача, это святое, сделать все своими руками, привезти домой. В Тбилиси вроде бы все просчитали. Ардзенба был человеком из села, почти 20 лет прожил вне Абхазии. Человек, считай, приезжий. Главное, не был вовлечен в узкий круг местных деловых, дружеских и семейных отношений. Потому его сочли тогда кандидатурой допустимой и вполне безопасной для грузинских властей. Уже вскоре после назначения Владислав Ардзенба избирается депутатом Верховного Совета Абхазской Автономной Республики. Казалось, все идет как надо. Но тбилисские протократы не учли два обстоятельства, а они оказались решающими для дальнейшей судьбы Абхазии. Назревающую катастрофу СССР и характер нового директора института Владислава Ардзенба. Мы поступали в 1962 году. Это так называемая хрущевская отепель. И впервые разрешили абхазцам писать диктант на абхазском языке. В действительности не все решились на этот шаг. Из нашего курса всего было три человека. Среди них и Владислав. То, что он решился на этот шаг, это говорило о твердости его характера. Всего полтора года насыщенной общественной деятельности хватило Владиславу, чтобы в нем вчера, казалось бы, обычным ученым-историке проявился яркий публичный политик, многогранная личность необычайной харизмы. Абхазия неожиданно приобрела принципиального политика, принимающего решения не с оглядкой на мнение начальника, а исходя из собственного понимания чайных земляков абхазов. Ардзенба и его единомышленники к тому времени сформулировали и вот этой идеей необходимости все-таки придания более серьезного характера своей государственности, потому что тот рыхлый характер государственный, который существовал тогда в форме абхазской автономии, не гарантировал сохранение абхазского народа как такового. Но это, к сожалению, продолжалось недолго. В 89-м году он был избран депутатом и все, наукой пришлось пожертвовать. В Москву на первый съезд народных депутатов СССР он уже ехал с решительным желанием рассказать, наконец, всей стране всему миру правду о жестоких притеснениях своего народа, добиться справедливого решения накопившихся проблем. Слово предоставляется депутату Ардзинба Владиславу Григорьевичу, директору Абхазского института языка и литературы и истории Академии наук Грузинской ССР. В истории абхазского народа 37-53 годы стали периодом, когда стоял вопрос о ликвидации народа как такового. О том, что ставилась и решалась именно эта задача, свидетельствует вся совокупность репрессивных акций в отношении абхазцев. Была обезглавлена нация, уничтожены все виднейшие государственные партийные лидеры Абхазии и практически вся только что народившаяся интеллигенция. Мы переживали за него, мы видели его на экранах нашего телевидения. Мы очень, знаете, вот искренне относились к тем делам, которые делались этим человеком. По-моему, нет в Абхазии человека, который не знал бы его выступления на Верховном Совете. С того исторического съезда Владислав Ардзенба вернулся в Абхазию признанным лидером народа, победителем. Начиная с его речи 1989 года в Москве 2 июня, он здесь стал единоличным авторитетом среди абхазского народа. Теперь он в Сухуми бывал наездами. Москва его вторая родина вновь стала основным местом работы, а Верховный Совет СССР местом подготовки и принятия судьбоносных решений того времени. Молодого энергичного Абхаза сразу оценили в депутатской среде и выбрали председателем под комиссии по государственному и правовому статусу автономных образований. Я хотел просто, чтобы народные депутаты поняли, потому что дело в том, что... Мы жили недалеко от друга, значит, в гостинице Москва, и почти каждый вечер друг к другу бегали. Это законы. Готовилось много законов, очень яркие законы, полезные законы, в том числе и законы про автономные республики, какие-то Италии, Затракли. Мы по ночам их смотрели, мы их правили, потом носили свои предложения. Это тяжелейшая работа, потому что, ну, считайте, в неделю законы поднимался. Это все создавалось новой же страной. Теперь он имел возможность участвовать в строительстве нового, более справедливого советского государства. Самые дерзновенные мечты можно было воплощать в реальные дела. Группе Ардзенба тогда удалось законодательно уравнять в правах автономные образования СССР с союзными республиками. И это была их первая большая политическая победа, его личная в том числе. Абхазия чуть ли не единственная республика, политический статус, который изменялся по воле Сталина, не по восходящей, а по нисходящей линии. В общем-то, это было время, когда мы, наверное, работали день-нибудь по 18-20 часов в сутки. И так вот, не примерно три года практически. У члена президиума Верховного Совета СССР Ардзенба было и ясное понимание, без Советского Союза абхазская мечта о независимости попросту не состоится. Зато это было время надежд, время мечтаний. Мы так верили, что мы сможем создать новую, очень развитую, блестящую страну, Советский Союз. Мы очень верили в это. Шел предгрозовой для страны СССР 1990-й год. Территория страны уже была охвачена тяжелой предсмертной лихорадкой распада. И каждый регион норовил отхватить от союзного пирога кусок палаками. Маленькая Абхазия была одним из деликатесных обломков Советской империи. Но никто, кроме Грузии, на нее и не претендовал, если не считать, конечно, народу самой Абхазии. Страна бурлила, страна жила ожиданием хороших перемен. Мы заговорились все о своей истории, что мы потеряли за годы советской власти. Между тем, в истории абхазского народа эти события связаны с государственностью, которая потопила в крови в 2018 году абхазскую большевистскую коммуну, а впоследствии осуществляла террор в селах Абхазии. Это празднование привело абхазской и грузинской населения автономной республики на грань столкновения. По поступившим и поступающим к нам я заканчиваю. корни конфликта в широком понимании лежат действительно очень глубоко. Они еще идут в 19 век, когда у нас в связи с процессами, геополитическими процессами на территории Кавказа, противоречиями России, Турции по восточному вопросу, которые происходили, так и получилось, что 80% абхазского населения оказалось на чужбе. Благословенная земля Абхазии издавна вызывала зависть, что и предрешило чрезвычайно беспокойную судьбу абхазов, обеспечило им постоянную жизнь на пороховой бочке. Была ситуация, когда абхазскую азбу толфовистов такого характера уничтожают. Ну, 300 лет османской доминации. Стирали память об абхазской истории, чтобы сделать эту историю общегрузинской. В ответ у абхазского народа сложилось неистребимое и несгибаемое стремление к свободе. В 1921 году здесь была установлена советская власть и впервые за много веков провозглашена государственность Советская Социалистическая Республика Абхазия. Через 10 лет ее статус был директивно понижен до автономного. Абхазию включили в состав Грузинской СССР. Абхазия край живописных гор и вечной зелени на берегу Черного моря. Абхазская автономная республика входит в состав Грузинской Советской Социалистической Республики. И вот так получилось потом советская власть установила советская власть тоже способствовала сперва при Сталине очень агрессивными методами потом после Сталина чуть-чуть более мягкими методами но они все-таки процесс грузинизации Абхазии продолжался. Грузия в числе первых решительно вступила на путь независимости от Москвы которая стремительно теряла рычаги воздействия на братские как тогда говорили республики. Опытный политик Шеварнадзе чутко уловил этот момент и уходя из московской номенклатуры громко хлопнул дверью. Пусть это будет не реагируйте и не ругайте меня пусть это будет моим владом если хотите протестом моим против наступления диктатуры. Внутри вроде бы небольшого государства Грузии существовала имперская диктатура по принижению национальных культур народов которые хотели бы сохраниться. Владислав Ардзенба на волне своей популярности был избран председателем Верховного Совета Абхазии фактическим руководителем автономной республики. Беловежский удар по СССР застал его в Москве. Он не радовался крушению государства как многие а счел это предательство. Вот Борис Николаевич мне сейчас когда уже мы встретились он дал краткое изложение заседания Кабинета Министров но я его еще не читал. А вот в одночасье реформатор Ардзенба из активного участника глобальных политических преобразований превратился в бывшего депутата несуществующей страны. Но дело было не в личном статусе. На полпути обрывалось строительство нового государства Абхазия. Отныне статысячный абхазский народ оставался лицом к лицу с пятимиллионным восточным соседом непримиримо настроенным ко всем предложениям и планам своей бывшей автономии. Медлить было нельзя. Каждый день мог стать решающим. Долгожданное и все равно неожиданное событие в жизни абхазов в Сухуми Владислав Ардзенба объявил миру решение парламента считать суверенной советскую социалистическую республику Абхазию. Одним из самых первых объявили полной независимости Абхазии. Да, без каких-либо оговорок в чьем составе и каким образом. Это было безусловно такое решение и это был вызов. Абхазия. Абхазия. Здесь горы Кавказа целуются с морем, с черным морем. Здесь субтропики, гостеприимный народ одним словом сказочный рай. Порой кажется, что жизнь Абхазов не подвластна времени. Даже сейчас, в век интернета, здесь сохранилось немало примет древнего крестьянского труда и народного быта. так. Субтитры делал DimaTorzok Абхазы не спешат расставаться со своими вековыми традициями, ревностно оберегая свою культуру и историю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 14 августа 1992 года в войсках Госсовета Грузии под надуманным предлогом вторглись на территорию мятежной республики. В тот же день здесь, на Сухумском Красном мосту, появились танки захватчиков из Тбилиси. Без какого-либо повода войска Госсовета при поддержке бронетехники и вертолетов с боями вторглись на территорию суверенной республики Абхазии. 14 августа начало Успенского поста, он такой же строгий, после Великого поста он строгий. И православные христиане не позволяют выяснять даже и просто свои отношения путем какой-то силы. Для меня было это безумие, что именно вот православная Грузия совершает такую вот речью. Национально-освободительную войну народа Абхазии возглавил он, председатель Верховного Совета Владислав Ардзенба. Война войне рознь. В этой войне между грузинскими правительственными войсками и абхазскими ополченцами был свой особый акцент. Шло целенаправленное уничтожение и вытеснение негрузинского населения с территории Абхазии. У командиров подразделения госсовета были списки абхазов, состоятельных армян, русских, которых они, начиная практически с 14 августа, просто вероломно, банально грабили. Мог ли в те дни один человек, пусть даже первое лицо в республике, позволить себе решать судьбу целого народа? Пусть даже своего родного. На мучительные поиски ответов были отведены считанные часы. В числе пришедших к нему были старейшины и депутаты этого парламента, которые сказали, ты, известный ученый, уезжай в Москву, мы как-нибудь с грузинами сами договоримся. Вот в ответ на это он вышел к людям, которые собрались, собравшись, стояли, и спросил, что делаем? У нас нет фактически ничего, а у них есть все оружие, которое передано за Кавканским военным округом по Ташкентскому соглашению 92-го года. Ходоки предлагали капитуляцию. А еще, оказывается, даже кое-кто из своих считает его, как когда-то и тбилисские власти приезжим чужаком. Дают понять, что и без него есть кому об этом народе похлопотать. Еще он понимал, что за пришедшими доброхотами стоят серьезные авторитеты и немалые силы. У них свое представление о будущем народа. И ему ничего не забудут. Владислав Арденба не собирался никуда уезжать, никуда уходить. Для него был только один выход. Или доводить свое дело до конца, или он остается здесь живым или мертвым. Как это можно было встать против пятимиллионного народа? Это надо было иметь такое мужественное сердце, мужественный дух. На линии фронта силы сторон в первые дни войны были настолько неравными, что выбор покориться или исчезнуть звучал для абхазов как приговор. Ведь и покориться означало то же самое – исчезнуть. А в то время, когда мы прилетели, мы видели ополченцев, мужчин, парней, подростков, которые иногда с какими-то берданами периода Крымской войны. В считанные дни подавляющая часть абхазов была вытеснена на территорию Гудаутского района. Территория их проживания сузилась до размеров одного большого колхоза. И что же с народом будет дальше? Этот немой вопрос происходит. Ситуация тогда казалась безнадежной еще и потому, что Россия, по крайней мере официальная Россия, в начале войны была то над схваткой, то на грузинской стороне. Бывали моменты, когда Арзенбанг был один против всех. Против не только грузинской делегации, но и против российских посредников. Потому что президент Российской Федерации Ельцин, они приятельствовались шеварназа лично. Абхазы, Абхазы, вас мало. Нечестный, неправедный бой. Но оказалось, что кроме официальной России, была и другая, братская. Именно она, без пафоса и долгих размышлений, пришла на помощь восставшей республике. Горными тропами, через перевалы Кавказского хребта, на помощь Абхазии первыми пришли добровольцы из республик Северного Кавказа. Шли из регионов юга России, из далеких районов Урала и Сибири. Они пришли воевать за свободу его народа, готовы были сложить здесь свои головы. Был в этих рядах и 25-летний московский поэт, переводчик абхазской поэзии Александр Бардадын. Он приехал в Абхазию одним из первых и погиб в числе первых. Нам здорово помогали. На уровне простого российского народа нам оказана была колоссальная помощь. Первые полгода войны были самыми трудными, горькими. Но абхазской армии уже удалось освободить город Гагра и территорию до самой границы с Россией. Удалось удержать линию фронта по реке Гумиста. На протяжении всей войны не сдавался врагу осажденный шахтерский город Ткуарчау. В райцентре Гудаута в часе езды от захваченного грузинами Сухума разместился штаб Ардзенба и руководство республики. Здесь верховный главнокомандующий решал задачи дня. Координацию боевых действий. Сутками работал Государственный комитет обороны. Создавалась из ополченцев боеспособная армия. Он ночами в принципе не спал. Вот мы думали часа полтора-два человек уже поспит. Потом опять выходит на балкон и сидел часа полтора курил сигареты. Потом шел опять спать. Ага, опять значит часа полтора поспит, а потом опять вставал. За всю вот эту войну этот человек ночь, за ночь он, наверное, три часа спокойно не спал. Ардзенба даже в самые отчаянные дни не хотел жить в режиме выживания. Он твердо верил в день грядущий в своей стране. Очень горжусь. Горжусь буквально в смысле этого слова тем, что вот на той территории, которая контролируется законными органами власти Абхазии, есть грузинские села, есть дома, в которых живут грузины, есть люди конкретные. Не сожжено и не подожжено ни одно село, не уничтожен ни один дом. И в отличие, не захвачены заложники. Большие надежды возлагались командованием армии и лично Ардзенба на мартовскую наступательную операцию 1993 года. Взятие Сухума могло наконец решить исход войны в пользу Абхазской армии. Мартовское наступление у нас было, мы предприняли попытку освободиться в марте. И вот мы находимся в штабе с Владиславом Григорьевичем и нам докладывают утром, что наши бойцы, которые начали входить в город, что операция захлебнулась. Это было самое трагическое, самое сложное время для всех, для нас. И Владислав Григорьевич дает команду. Мне, значит, и всем. Вот мы находились с ним в штабе. Так, все, говорит, у нас другого выхода нет. Собираем остатки нашей армии, становимся во главе наших ребят и идем в наступление. Если погибать, значит, всем погибать вместе с нашими ребятами. Но наступление провалилось. Погибло много бойцов. На войне, как на войне, не всегда бывают только одни поведы. Бывают и поражения, бывают и неудачные наступления. Мы не можем и не имеем права падать духом. Борьба с фавшизмом будет продолжаться. Мы сделаем все необходимые выводы из нашего наступления. И я глубоко убежден в том, что победа будет на нашей стороне. Опыт поражений кует победу. И вот уже противник абхазской армии стал терпеть одно поражение за другим. Освобождение столицы города Сухума в сентябре 1993 года стало началом конца грузинской агрессии. Линия фронта перемещалась в сторону восточной границы со скоростью бегства захватчиков. Абхазия освобождена, что абхазские войска взяли Сухум, Шеварнадзе бежал. Славе сообщили, что вот Шеварнадзе, там российские власти попросили дать ему возможность улететь. Хотя ребята, которые уже были в этом районе, сказали, мы его не выпустим. Ну, потому что, сами понимаете, да, у них свои счеты были с этим человеком. Но Слава отдал приказ не трогать и дать ему коридор, чтобы он улетел. Побежденный руководитель Госсовета Грузии Шеварнадзе улетел, бросив в Сухумском аэропорту этот свой личный самолет. Я понял, что это была, как бы, заветово согласованная агрессия. Абхазия без абхазцев. Абхазия красивая, значит, красоту без этих вителей. Война в Абхазии, беззади которой совершены неслыханные зверства, неслыханные варварства в отношении всего нашего народа. Это несмываемый позор, несмываемое пятно для оккупантов. Они совершили преступления не только против всего народа Абхазии, но и против своего собственного народа. С земли Абхазии теперь уходило грузинское население. Одни от наказания за предательство соседей, друзей и сослуживцев, другие со страху попасть под горячую руку освободить. И это тоже была трагедия для тысяч людей, родившихся или много лет проживших на этой земле. Нам устроили блокаду, ну что там уже говорить. Нас наказали за то, что мы осмелились освободить собственный город и собственную страну. Наказывать за то, что ты осмелился защитить свои честь и достоинства. Он сам об этом сказал, что самое страшное позади, самое трудное впереди. Вчера было трудно, а в будущем еще сложнее будет. Это быстро дамы. Быстро дамы. Он как никто представлял, что будет теперь. Россия перекрыла границы с Абхазией. Началась международная блокада. Начался бой после победы. Не столь кровавый, но не менее тяжкий. Итоги войны для Абхазии были трагичными. Невосполнимые человеческие потери. Разрушено все хозяйство страны. Не работал ни один завод, ни один цех. Стала Транскавказская железная дорога. В упадке вся структура жизнеобеспечения. Он умел носить тяготы за друга. Понимаете, тяжело там другу, да, потому что он мог взять на себе эту тяготу. И вот это есть его качество, такие человеческие, которые необходимы нам всем. Я должен сказать о том, что Россия сыграла огромную роль, посредничную роль, вот в нахождении путей к миру здесь, в Абхазии. Мы выразили огромную благодарность руководству России за эту роль и за то, что они сделали в этой связи. И благодарность за ту гуманитарную помощь, которая постоянно оказывалась населению города Откварчала, Чемчирского района, которые находились в блокаде. Когда пришла Абхазская победа, официальная Россия не поздравила. Напротив, сделала республике и ее лидеру неожиданный и малоприятный подарок. Вместе с государствами СНГ объявила стране победителю экономическую блокаду. Позицией России Ардзенба был разочарован. Но что делать? Жить теперь надо было полагаясь лишь на свои, крайне ограниченные ресурсы. Да, было очень тяжелое время. Порой усилия всего государственного аппарата требовались для того, чтобы завести, например, партию муки или партию газа в Абхазии. В первое время он даже приезжал из дому и привозил с собой, как он называл, мама мне дала тормозок. Будет обед, пожалуйста, приготовь чай, я обязательно должен перекусить. А рабочий день у него начинался рано, заканчивался очень поздно. Вы понимаете, после войны у нас же и денег не было. Мы зарплату не платили. И чем мы рассчитывались с нашими сотрудниками, это булка хлеба. И мы тогда шутили, называли вискос, значит, баночку тушенки. То есть это то, что мы могли чем расплатиться с нашими сотрудниками. Он действительно был кабинетный ученый, но при этом вырос в деревне, знает, что такое труд, на примере отца, на примере соседей. И отец его приучал к труду, так что он не был таким белоручкой. Владислав, что всегда был неравнодушен к своему огороду и полю, пошел однажды на своего рода агрономический эксперимент. Решил вырастить на своем участке пшеницу. Он посеял хлеб, зерно. И в тот год так вырос этот хлеб, аж мы стояли, значит, урожай хороший был. И потом он говорил министерствам сельского хозяйства, слушайте, мы все время покупаем хлеб из России. А почему, говорит, у нас же можно выращивать хлеб? Он как бы примером приводил, что вот, посмотрите, говорит, какой хлеб, какой урожай он в этом году дал. Хюнкара конституция. Народ Абхазии выбрал победителя своим президентом. Первым президентом новой страны, отстоявший свою независимость. А Владислав первый начал возвращать храмы. Вот храм апостола Симона Каманита в новом фоне. Это первая его бумага официальная. Он начинал, хотя он был негрещеным, но насколько он был благочестивый, честен. Он очень большое внимание уделял развитию национальной культуры. Потому что он считал, что государство без своего национального лица, без своей специфики, оно лишено смысла. Вообще, на его взгляд, оно должно было решать именно эти задачи. Мы народ самостоятельный, наша республика самостоятельная. Мы готовы уважать любого другого, но все же свое есть свое. Никому мы не можем позволить, чтобы нас, так сказать, как-то вот превращали в кого-то другой. Это важно. Была общая цель, была общая идея выстоять, выдержать. В то время очень трудно было поверить в то, что мы доживем до сегодняшнего дня и увидим то, что увидели. Фактически на пепелище были созданы органы государственной власти, решались социальные проблемы. Понятно, что с учетом наших тогдашних возможностей. О перспективах новой страны Владислав Ардзенба говорил своим соратникам твердо и определенно. Нас обязательно признают. Это произойдет, когда в России к власти придут настоящие патриоты. Он говорил, что эти времена пройдут и что когда-нибудь настанет момент, что нас признает руководство России. Не какие-то, говорит, политические группы. Немытьем-то катанем разные силы пытались затащить Абхазию обратно в лону Грузии. Посол всесильных США пытался лично Ардзенба уговорить пойти на уступки. Но прогнал его лидер непризнанной страны. В самом прямом смысле слова. Безрассудно. Но это в его характере. Приезжали торговцы родины и из Москвы. Сулили лично ему фантастические деньги за возвращение в состав Грузии. Не договорились. Вы знаете, они были ежедневные, эти победы. И в день он принимал по несколько делегаций западных. Приезжали послы, и не только послы, и представители разных международных организаций. ОБСЕ, ООН вообще постоянно у нас находились. И вы знаете, хотя они противостояли нам, но все признавали силу нашего лидера. В повседневной жизни народа Абхазии, к счастью, всегда присутствовала и та, другая Россия, что пришла на помощь в самый отчаянный для республики час. Она и теперь была готова поделиться всем, чем Бог послал. Многие российские регионы находили возможности помочь блокадной республике. Особенную солидарность проявлял соседний Краснодарский край, лично Николай Кодратенко, его руководитель. И официальная Россия пыталась влиять на ситуацию в Абхазии. Министр иностранных дел Евгений Примаков уговорил его вылететь на переговоры в Тбилиси, к Шеварнаце. Я, как начальник охраны, задумался, как его в Тбилиси охранять, как его сохранить. Тбилиси охранять Владислава практически невозможно было, если в случае чего. Переговоры в Тбилиси проходили в очень напряженной обстановке. Не стоит забывать, что за столом друг против друга сидели вчерашний побежденный и победитель. Многие уверены, что именно в те дни в Тбилиси случилось то, что вскоре на многие годы вырвало их президента из активной жизни. Тогда я почувствовал чуть-чуть опасность, но, как поминовало, ничего больше не случилось. И благополучно вернулись обратно домой. Вернувшись, Ардзенбай тяжело заболел. То ли сглазили, то ли отравили. Так считают в Абхазии. Я все-таки был бы не склонен говорить о том, что его болезнь имеет естественное происхождение. Все-таки мы знаем констатацию врачей. Правда, это не афишируется почему-то. Констатация врачей такового, что болезнь развелась у него в результате внешнего воздействия. На центральную нервную систему. Это был очень тяжелый период, потому что в тот период Россия была представлена другим руководством. Но мы знали, что есть и другая Россия. И мы ждали ее. И мы ее дождались. Ну а потом случилось то, чего уже не забудут в Абхазии никогда. Одним из первых своих распоряжений новый премьер-министр России Владимир Путин снял блокаду с республики. Мы должны быть в этом союзе вместе, в союзе обороны, с Россией. И Россию победить никто не сможет, потому что Россия правильная. Россия никогда не совершила агрессии. К этому времени, несмотря на все трудности и препятствия, Абхазия как государство уже состоялась. В качестве переводчика я была участником тяжелого переговорного процесса с 95-го года. Это был период, когда на Абхазию оказывалось беспрецедентное давление. И я вот именно в Стамбуле тогда поняла, хотя работала уже до этого несколько лет с ним, все-таки один и один в поле воин, потому что делегация была большая, а вел все он. Национальный лидер Владислав Ардзенба во второй раз был избран президентом республики. Трофеи на Кавказе важны не как материальные ценности, а как удар по достоинству, по чести поверженного противника. Брошенный самолет главы Госсовета Грузии давно могли разрезать на металлолом. Но не стали. Этот Як-40 так и будет здесь врастать в землю, напоминая об отечественной войне народа Абхазии за свою свободу. После того, как война закончилась, она уже началась на мирном фронте. На мирном фронте. Потом внутри тоже не все понимали. Если во время войны все люди воевали, и те, кто был против него, боялись выступить против него открыто, так как люди с оружием были на его стороне. А вот после войны ситуация-то изменилась. И они уже начали кулуарно, тихо выступать, говорить, что если бы не он, было бы все хорошо и так далее. Это естественно. Когда лидер болен, начинаются абсолютно такие движения предсказуемые. И они уже начали кулуарно, тихо выступать. Ведь не случайно, когда отмечался первый большой юбилей победы, освобождение Абхазии, и он вначале хотел приехать, и даже, как мне сказали, что он подъезжал на машине к площади. Когда мы уже подъезжали к площадью, где должно было проходить парад, он сказал, не пойду, говорит, пуст, говорит, мой народ знает, как я был раньше, говорит, здоровым. Он обожал, когда люди другие танцуют. Как замечательно танцуют. Когда мы пели абхазские песни, чаще всего случалось, что мы не знали никогда от начала до конца песни, и он возмущался. Ну как же вот, надо знать свою песню. И он знал, и мы пели. И один раз ему говорит, слушай, ты правда думаешь, что мы тут как это, вот такой, какой-то хор поем? Он говорит, нет, конечно, плохо, но приятно, говорит, хорошо, когда люди поют. И именно масштаб его личности, вот я и все, кто работал с ним до конца, мы узнали его в болезни. То есть он нам показал, что параметры человека вообще не ограничены. Он показал свой духовный максимум. Эта работа давалась ему очень тяжело, потому что плохо ему, он не мог уже передвигаться, ему сложно было говорить, но он все четко понимал, он давал задания, он проверял их, он надиктовывал тексты. 2004 год. Очередные президентские выборы в Абхазии проходили в Дональдзе на каленой обстановке. Соперничество внутри власти могло вот-вот вылиться в вооруженное столкновение. Единственное, что он просил и говорил, что сделайте все, ко мне обращаясь, что сделай пора все, чтобы у нас не произошло столкновение, чтобы не произошла гражданская война. Еще не были объявлены результаты голосования, а оппозиция уже начала праздновать свою победу. Никогда не забуду эти события 2004 года, когда это бесовство, это все случилось. И я так думаю, что вот эта толпа, которая вот на этих эмоциях пришла к зданию, когда вот брали его штурмом, она, наверное, до конца не понимала, что делает. Печально, что они ворвались в его кабинет еще действующего президента, понимаете, и оскорбили тем самым. Они предъявляли счет, естественно, руководство страны, почему вот вы не сделали того, ради чего мы там... Это предательство своих соратников президент перенес на удивление стойко. Ну какой же он победитель? Да без предатель. Дальше, как всегда, революция делает идеалисты, а плоды достаются под лицам, это же, что известно. А Владислав Горьевич был идеалистом. Естественно, была такая человеческая обида. Но я вам скажу, что она по времени долго не продолжалась. Он даже, находясь в достаточно сложном физическом состоянии, он оставался оптимистом. Он очень редко говорил, кстати, о своей болезни. Если говорил, то в таком, скорее, шутливом, шутливом тоне. А еще в эти дни под окна дома больного президента пришла организованная кем-то группа женщин. Они требовали у Ардзенба вернуть своих погибших сыновей и мужей. Стало ему тогда обидно и больно. Так больно, что рванулся к пистолету. Застрелиться. Слава Богу, в доме люди были. 2008 год. Сбылись чаяния Ардзенба. Россия признала суверенитет Абхазии. Реально оценивая состояние своего здоровья, Ардзенба отдал одно из самых печальных и мужественных распоряжений о своих похоронах. Где? Конечно, в родном селе Эшера у реки Гумиста, где во время войны проходила линия фронта. Там уже покоились погибшие его воины-герои. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Очень часто яркие таланты, гениальные люди быстро сгорают. Что и случилось с Ардзенбой. Эта битва была его. Организм человеческий, он не способен выдерживать те нагрузки, которые он выдержал. Он, как-то мученик. Он, именно, надрывая свое физическое здоровье. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это последнее возвращение Владислава Григорьевича Ардзенба в родную Абхазию из любимой Москвы, где он лечился. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Забвение стало приходить к строителю Новой Абхазии еще в пору его президентства. Буквально некоторое время тому назад в головы наших людей вбивалось, и если это не делалось открыто, то, во всяком случае, этот процесс имел место. Были готовы забыть и Владислава, и все те дела, которые имели место в нашей стране. Осознание масштаба деяний первопрезидента приходит в Абхазии с годами. И все же, несмотря на драму своей жизни, он и сегодня победитель. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и президент Республики Абхазия Раул Джункович Каджимба подписывают договор между Российской Федерацией и Республикой Абхазии о союзничестве и стратегическом партнерстве. Безусловной победой его дела является и то, что сегодня Абхазия руководит именно его преемник, политик Рауль Хаджимба. И то, что курс нынешнего президента идет сегодня в ногу с Россией. Потому мечты Владислава Ардзенба можно считать сбывшимися. На наших глазах в этот период, период глубоких перемен в государственном строе и в обществе вдруг появился такой яркий сын своего народа. Он рожден, он посвящен для этого. Он послан. В год 70-летия своего первого президента-победителя жители непокоренного в годы Отечественной войны города Ткуарчал на народные деньги воздвигли ему памятник. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Трудно сказать, чего больше было в этом несомненно талантливом человеке. Знания о прошлом Абхазов или открывшихся ему представлений о будущем народа бесспорно одно. Он без страха смотрел в прошлое и с оптимизмом заглядывал в будущее Абхазии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok